Ребята, всем привет, это Ксюша! Ура, лето! А это значит, что я буду выпускать много интересных видосиков. И сегодня у нас будет влог. Но не просто влог, я начинаю серию влогов, где мы будем выполнять мои планы на лето. Если вы все-таки хотели, чтобы такие ролики выходили чаще, то ставьте лайки, чтобы я увидела, что вам такое нравится. Панамка это моя, конечно. Реально летние вайбы. Чирис. Честно, я без меня, как я так умудрилась заболеть летом. Сегодня эти планы мне, кстати, будет помогать выполнять Ева. Скорее всего, ребят, наверное, частый гостью будет в моих вот этих влогах, так как я одна, фактически ничего не смогу сделать. Ну да, есть такое. Боже, штаны топ мои, кстати. Ребят, как и кофта. Да и майка тоже. Ладно, мы сейчас с Евой пойдем в магазинчик. Собираюсь, еще сидишь. Мы, как всегда, просто сейчас полдесятого, и все магазины, наверное, уже закрыты. Я вообще в лавочку вообще не хотела зайти. Ладно, что мы дома сидим? Лето же. Сколько раз за видео я скажу слово «лето», ребят, давайте считаем. Вообще, походу, уплевать, что лето. Сейчас на улице минус 9, короче, градусов, и поэтому в курточке, в джинсах. Очень холодно. Что вайба особо летнего я не нахожу сегодня. Ну ладно, мы постараемся создать. Идем. А ложка? А ложка? Гозли, ты еще смотришь реально, мы на полном серьезе. Где ты, где ты, где ты, в этой квартире? Ура, лето! Морь и припомнать стричь, расцветы. Получается уже четвертое число, лучше какая-то часть лета прошла. Угу. О, нелашка. Мы зашли в пятерочку. Надо сейчас взять корзинку быстрее, пока не закрылось. Думаю, вот такую. О, вот. Вроде бы ничего не сломало. Так, сегодня мы минимум выполним два каких-то пункта на лето. Первый, о котором я вам сообщу, по планам у нас из первых, это приготовить чизкейк. Поэтому нам нужно сейчас посмотреть ингредиенты, которые нужны для чизкейка, которые готовятся не в духовке. А второй, это приготовить лейтый напиток какой-то. Это уже интересно. Вон там фрукты. Думаю, точно мы здесь что-то найдем, этот фокус. Пойдемся на Бертолу. Сейчас, нет, подожди, я посмотрю хоть рецепт с двумя процентами. Рецепт чизкейка, да? Да, только без духовки. Это важно, я не собираюсь. Я вам ставлю цептик, вот, напишу, когда мы будем выбирать продукты. Ой, давай возьмем гриб-фрути. Что-то какой-то, да, что-то такое-то не очень. О, кто-то для нас для нас пакетик приберег. Спасибо. Покрасней, посочнее, извините меня. О, хорош. Да, давай, думаю, хватит гриб-фрути. Да, да, да. Так, мандарин или апельсины? Апельсины. Мандарин, для чего, Новгород, что ли? Ладно, ну, тогда горох-то вьет. Апельсинчики. Так вон в боковке. Какой будет? Мы еще не приняли просто летние коктейли. Надо еще минералку обязательно взять, чтобы сделать такой коктейль, как вот делают в кафе. Они сиропы просто наливают и продают в студии 10 раз дороже. Мандарин реально ехать. Крестики, нолики, две Миланы, Томики. Маловато. Ну да, опять хотя бы. Хотя бы, да. Потому что они же, ну, нужны везде. Вот так. Ну, да, темно. Что же еще осталось? Все, смотри. Взяли бы такое, ребят, честно? Вкусное, нет? Мне кажется, очень. Вот это вот столько. Вот вся корзинка такая вкусненькая. Да-да-да, чисто вот. Сочненькая такая. Вот это прям, вот прям сочно. Прям сочно. Такое. Прям сейчас газировочкой наполни. Это, мне кажется, уже готовый. Сболтанный. Типа, чисто вот так. Открылый в этот. Ужас. Да. Ладно, если что, в другом месте фрукты. Ну да. Пошли в кель. О, вот и юбилейки. 300 грамм. Одной пачки, типа, достаточно будет? Ну, посмотрим. Ну, возьми, а вот тут, типа, смотри, какой. Смотри, тут по 300 грамм. Можем вот такой большой длить? Ну, а нам всего надо 300. Это маленькая, а маленького нет. Всего надо 300 грамм. Я поняла, а тут не 300. Ну, почти. А вот, а, ну, давай там, может, маленький будет. А сейчас, чего они, 100 рублей? Ну, да, давай две просто. Сделай еще. Давай, свой, свой у нас. Ну, ничего, пути, хорошо, что мы его обгрейдем. Обгрейдем. Что, сахарная бомба, что ли? 170. Давай еще одну. Ну, как у вас два растет? Бусть растет варенье желатина. Лору. Две возьму. А, ну, вот как раз, два водичка. Ну, куда? Покажи, куда ты будешь? Ой, застряли. Куда, ёбка? Что ж, берем? Ну, на лето самое то, ребят. Такая вот распашонка. Жалко, что я не могу это снять, ребят. Но я вам прикреплю фотку. Просто тут эмоциональные качели мандариновые. Сейчас газировочку и все, можно домой. Любой. О, ягодки тоже. Берем. Ну, почему? Ну, и что, что они гнилые? С плесенью, ну, что подделать? Какие есть радости, что дают? Это точно не заветрено, кстати. Очень вкусно, я думаю. Точно на нее не дышали, не харкали. Я тоже ее сейчас грязными руками не трогала. А, ну, вот это закрытое. Земли, миленькую. Давай. Батат. В наших магазинах будут бататы. Тоже корейские картофель, на котором корейцы делают все худеют. Берем. Сладкие картофель. Если худеют, то берем два. Побольше, так сказать. Чье? Кто потерял? Ну, берем. Ребят, вот этот прям просится на нас. Прям хочет он ко мне. Ев, тебе. Возьми, ну, хоть один. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Мяу. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Мне люди говорят, но сколько можно тратить? Ммм, она на полу зажала. Че, помру что ли от клубники грязные? А вот от фокуса моего на камере точно. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Мне люди говорят, ну сколько можно тратить? Первое, что я в этих кафе. Томбар не ел. Че, у тебя кофта, ты ее вернешь, что ли, обратно в Валборис? Ха-ха-ха. А почему? Нет. А, блин. Возвратом сейчас долго оформлять, Ксюша. Не буду. Так, ебуль. Что нам нужно? Мы купили сливочный сыр, 200 грамм нам нужно, сливочное масло, 150, 400 грамм. Потом вот такая вот пудра, нам нужна одна большая ложка, сгущенное молоко. А где вы рецепт это просмотрели? Сколько нам нужно сгущенки? 200 грамм, ой, подожди, 400 грамм сгущенного. 400 грамм, а потом печенье, тоже 400 грамм, правильно? Да. Ну и вот эти всякие желатины, ванилины, рецепт все равно увидите. А это типа чизкейк без выпечки? Да. Конечно, Арина. А вы уверены? Она уже все равно не по ингредиентам пошла, она уже все свое купила. Стоп, стоп, стоп. Сейчас тарелку достану. У тебя нет, у тебя есть вот блендер, который для печенья подойдет? Есть блендер, который для печенья подойдет. Да ладно, пробьем просто пакет. Да вон, Ксюш, ну отходи, бери. Да бери. У нас профессиональная кухня. Где? Где? Ну если есть у тебя это. Не нужен второй кадр. Мы берем, съедаем вот эту клубнику для настроения. И сразу всплывает резервы у нас в голове. Добавляем немножко такого ингредиента. Положите печенье в большой чистый полиэтиленовый пакет. И добавьте несколько капель абсолютно. И измельчите все. Для измельчения печенья мы берем вот такую вот штучку. Острую, очень опасную. Кто ее моет, я не знаю. А чем нужна векречка? Ну просто закрываешь рукой. Тогда ломаем все печенье. Да, да. Оно какое-то маслянистое, нет такое? Да, очень жирное. Жирное. Давай пока это. Пока хватит, ну что? Блин, даже убирайте. Зачем, мы не работаем. Блин, как быстро. Смотрите, ты ссор. Я прям чувствую, что это можно будет очень легко спрессовать. Блин, а что там не ломается? Подожди, вот это. Потому что надо разломать хорошенько. Теперь нам нужно в это пищение добавить масло и сахар. И тщательно перемешать. Ну, конечно, растопить масло было. Надо прям все масло добавить? Да, там 170 грамм, тут 200. 160. У нас печенье, мне кажется, больше. Такое стакан хватит? Да, да. Вот такое хватит, ребят, стакан. И на сколько это ставим примерно? Просто, чтобы оно растопилось. Все. На печеньке тем временем, да, кайфовое, кайфовое. Фу, нет, Арино. Темные, светлые ночи, лето, короче. Вон, вон. Не, не, не. Приблизь. Во, во, во. Я не вижу, где. Да. Бессонные ночи, лето, короче. Побольше, да, его растопить, думаю. Да, да, да. Давай еще. Немножко. Ребят, на немножко. Всего вот на 20, на 30 минут хватит, я думаю, да. Взорвется микроволновка. Ну, мне кажется, стакан 30 минут. Еф, пока вот ты будешь вливать, я буду как раз смешать. А, нет, ну ладно, просто налей. Бессонные ночи. Ребят, может, руками в перчатке перемешать? Ну, можно просто... Да, просто один. Руками. Ну, ладно. Мешаем. Давай, юбим. Как вкусно пахнет! Да, очень вкусно. Пахнет шоколадой колбасой. Да, реально вкусно пахнет, согласна. Мешанька. Перемешкиваем. Перемешкиваем, перемешкиваем. Вот так вот, да? Да, решили пергамент еще сюда вот засунуть. Ну, там хотя бы перстопить пергамент, но я думаю, без него не очень. И давай еще на перекрест. Сорой соль, да, конечно. Сейчас, давай, тебе помогу. Садим, вот так вот. Сейчас, давай. Тебе нужны финик? Не, не, надо чем он варить. Сейчас тут нет воды. А, тут есть вода, я включала, блядь. Так, Гема сейчас мне поможет как-нибудь прессовать. Сейчас я рассыплю. У тебя есть такая, как эта? Не знаю. Для толчонки, для картошки. Блин, вроде должна быть, не знаю. Много, очень много. Слишком много. Какой получился? Есть, я нашла. Ну вот, смотри. Просто получится полупесочник. Слушай, ну ты что, ну куда, ну что это за жировательство? Да нет, смотри, смотри. Ей, такой же толстый стоит. Не надо быть такие солны. Да нет, смотри. Надо быть половиной таким вот. Ну вообще, кстати, очень хорошо. Арина! Уже, кстати, я мою тарелочки пока, чтобы Ксюша все делает. Спасибо, Ей. Чтобы не засорялось. Теперь ставим эту форму в заморозку на 10 минут. И делаем крем. Ангел, идем? Да. Теперь мы делаем крем, точнее начиночку. Для этого нам понадобится миксер. И с помощью него нам нужно взбить сливочный слив. А зачем желатин был нужен вообще, во-первых? Чтобы он застыл. Крем? Да. Очень быстро раздобавляем. Ааа! Зачем так пугать? Теперь добавим сгущеночку сюда. Всю надо ее добавлять? Нет, там... Так, 400 грамм, а здесь, извините, у нас уже 150. Ой. То есть вот так вот где-то, я думала, да? Ну да, ну да. Оно, наверное, не все плохо. Даже, наверное, не все. Короче, все пока, все, да. Мешаем. Теперь нам нужен желатин. Тут надо его вот в эту миску на водяной бане вообще делать. Но мы подумали, что можно просто взять вот эту вот штучку, набухнуть, набухнуть желатин и добавить вода. И перемешать хорошенько, и ничего не поменяется. Мы так и сделаем, кстати, а не по рецепту. Если у нас получится вкуснее, все, берите на заметку. Мы смешали желатин и пахнет просто старым диетом или говном, нет, типа без... без преувеличения пахнет реально подкосанной. Ну, кстати, когда просто, да, попробовала, когда просто пробуешь, на самом деле ничем не пахнет, но давайте, ладно. Как-нибудь добавим это сюда. Фу-а-а-а. Ребят, что вышло из-под контроля? Мы сейчас это будем на водяной бане парить. На водяной бане, Клюш, не надо ничего за пи***ть. Там написано на водяной бане вообще все это делать, Арина. Вообще, он уже смотрите, он уже затвердевает, видите? У нас, короче, не получилось, так что у нас затвердил быстрее желатин, он ведь камушками здесь у нас. И там написано на водяной бане туда его, поэтому на водяной бане просто сейчас будем делать и всё будет хорошо. Всё, вот мы на водяной бане парим, всё, мешаем, вроде как получается растворить желатин. Но если лопнет, сейчас пи*** будет. Ну да, всё. Значит, это судьба наша. А судьбы не убежишь. А судьбы не убежишь. Надеюсь, он не будет вонять дерьмом, а пожалуй, как вот это. Всё, что-то уже проливается. Арина говорит, что стекло треснет у чашки. Осторожно, ебки. Опять перегрев, ебки. Угоняет что-то уже. На охлаждённую форму нагибаем вот эту вот желатинку. Она, подожди, на горячую? Да. Горячая? Смотри, нельзя. Так она пока не застыла, нет? Давай, да. Пока не застыла, уже застывает. Нет, вкусно пахнет. Не дедом. Ангел и демон, вечное семя добря и зло. В морозилку? Ой, в холодильник? Ну да. Ну выровнялись же, смотри. Да, супер. Может, края вот эти уберём? Да потом, в смысле, они сейчас упадут просто сюда. Ох, ребята, ещё одним моим пунктом на лето будет обустройство лоджии. Да, сейчас она выглядит не особо, но это уже, конечно, в следующих частях моих влогов. Но сейчас я закажу кресло, которое я давно хотела купить. У меня было просто огромное количество вариантов на Пинтерест, но я остановилась на чем-то таком. Мушистеньком, беленьком, миленьком. Я думаю, вот это кресло отлично туда впишется. Единственное, я не знаю, в каком магазине его можно приобрести, но для меня это не проблема. Я просто беру телефон, открываю приложение Яндекс с Алисой и включаю умную камеру. Теперь загружаю туда фотографию из галереи, и умная камера сразу же распознаёт товар и предлагает вам похожие товары, а также где и по какой цене их можно приобрести. Это настоящая находка. Так что, ребята, не тратьте времени на бесконечные поиски, скачивайте приложение Яндекс с Алисой и пользуйтесь умной камерой для быстрого и удобного поиска товаров. Она сделает ваш шоппинг приятным и эффективным. Ну, а я пошла ждать свою доставочку. Пойдёмте дальше выполнить мои планы на лето. А сейчас мы уже будем готовить коктейли. У нас тут всё уже в сборе, так сказать, гранаты всякие. Миксер. Его очень мне помогает. Тем временем, я брыжка. А это вкусно? Ты будешь пить коктейли? А сейчас кейк. Готовь его, будешь? Мы сначала думали, блин, посмотреть лимонады в интернете, но потом решили, что сделаем свои фирменные, как бы, комбо. Придумаем на ходу так вкуснее. А далее не смотреть, какие лимонады бывают? Нет, я посмотрела. Нет, я зашла. Ну, мы можем сами подумать о сочетании клубника с губикой. Ну, отлично. И фишка вот этого пункта, что должны быть свежевыжатые, типа, фрукты. Соки туда желательно добавлять, но потому что это, типа, именно для лета. Потому что фрукты летом вкуснее и всё такое. Поэтому давайте начнём. Так, мы собрали все фрукты и, наверное, какие мы будем делать коктейли? Али, давай. Давай. Посоветуй нам. Короче, курсы я не люблю. Грибфрут. Грибфрут. Ты думаешь, что вкусно? Голубика, апельсины и клубника. Клубика и клубника. Хорошо, голубика и клубника. Куда вы тогда меня спрашиваете? А вот гранаты и грибфрут. Да, гранаты и грибфрут. Мне кажется, очень вкусно. У меня уже потекли слюнки. И лаймы сюда добавить. И туда лаймы добавить. И туда. Апельсиновый. Апельсин с чем можно? С грибфрутом чисто просто. Да, Вова, отлично. Я считаю, хорошо. Уже три будет. Всё, уже три. Ещё у нас есть глинировка. В смысле, это будут как раз как коктейли. Там сиропы добавляют ещё вообще-то. Нет, вот, сироп у нас вон. Это лучше сиропа. Ну, понятно. Мне просто даже интересно, каково это будет на вкус. Чё, а мы добавляем всю клубнику, Ев? Да, а чё я тут шала? Для украшения можем одну поставить. Глубики тоже надо для украшения. В итоге столько, почему с ней нормально? Ну, не ставь. Всё, хватит. Ну, так, для пикантности. Просто добавь чуть-чуть. Прям очень, да, мало. Я только с текилой воспринимаю. Берём вот такую вот соджи. Ари, нет. С персиком. И добавляем её в какой-то суперить. Возможно, в той комнате. Иди посмотри, Ксюш. Ну, а сначала, ну, вот, столько вот примерно. Половина газировки. А, нужно лёд добавлять? Да, нужно. Давай, давай. Блин, не сладко вообще. Блин. Я говорю, обычно добавляют сиропы. Давайте добавим сиропа. Но, зато очень различный вкус клубники. Прям вот клубника. Прямо лето. Ну, выглядит это всё так красиво. Тут такие частички. Дальше у нас идёт следующий коктейль. Чем мы его сделаем? Это с гранатами. Давай. Давай с гранатами. Блин, гранат так долго его это... Это видео будет длиться вечной. Ребят, смотри, сколько граната я выдвинула. Это даже не всё. Сейчас мы это всё перемешкиваем. И добавляем вот сюда сок. О, как много сока. Вы слышите, он прям бьётся. Господи, это выглядит норм или отстой? И что, если мы хотели сюда грейпфрут ещё? Это такой ещё сочный. Вообще, вау. Вот это мякоть, только не знаю, тут это белое, да? Ну, немножечко грейпфрутчика. Я попробую просто. Развести водой надо. Концентрировано, да? Да, ну, дай пробую. Да. Как будто просто без граната. Да. Перебил вкус граната. Пробую с соджей. Блин, вкуснее стало, кстати, в 400 раз. Ммм. Блин, это вкуснее. Не такое капотно. С персиком. Никогда. Не концентрировано. Так с персиком, потому что с соджей с персиком. Это прям один из самых вкусных коктейлей, которые я пробовала. Ребята, потом я решила сделать коктейли с апельсинами, грейпфрутом и огурцом. Это реально было ужасно. Просто ужасно. Не слушайте, я тут говорю, что нормально, но это отвратительно. Прям ужас. Ну, мякоть тут лишняя. Это мороженое вот туда. Нет. Чё там? Гурри. Там совсем немножко было. Фу, как будто... Сейчас скажу, что они у меня вырубят. Короче, есть салаты, которые остаются и в раковине вот так вот. Это как будто вот это. Ты пробовала? Не, ну свеженько, Арина. Свеженько, да. Ну, только это прям сейчас надо вы... На салат какой-то похоже. Написываешь просто ужасно. Чё это там? Апельсины и грейпфрут. У меня игрушка немножко. Его надо процедить тогда. Да, его точно надо процедить, я сказала. Фу, реально ужасно. Ребят, ещё один очевид мент на лето, это посмотреть какой-то старый сериал. И то есть проникнуть нас туда атмосферой, возможно. Вот мы выполняем ещё один план на лето, ребят. Мы смотрим Ангел и Демон. Кто-то вообще помнит про это? Ангел или Демон. Ангел и Демон. Вечная тема. Бесконечная победа. Добро и зло. В общем, неважно просто проникнуть здесь. Посмотреть какие-нибудь мультики, допустим, я. Друзей Ангела бы хотела бы посмотреть. Допустим, закрытая школа, ребят. Гномик. Гномик, беги. В общем, что-то такое. Папины дочки, возможно, моя прекрасная няня. Я очень хочу посмотреть, но сегодня так получилось, что реально Ангел и Демон. Or, 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 or Демон, сорри. Ну, она там на английском, конечно, да. За что она Ангел, типа, сразу знает все языки мира там. Напоминаю, что на этом можно прорезать прям целый месяц, мне кажется, смотря вот эти старые сериалы. Знаете, немножечко так кринжануть, но одновременно так интересно. Знаете, сюжеты? Люди до того, как появились сериалы в ТикТоке и снимали вот эти вот на ТНТ, на СТС всякие сериалы. Ангел or Демон, вот это все дела. Ребят, ну просто максимально на здоровом вечерочек под Ангел и Демон. А ты кому столько еды? Себе, конечно, я это все съем одна. Ребят, мы мало что знаем о мультивселенных, а не смотрят закрытую школу. Боже, я просто не могу. Ребят, вот уже наступило следующее утро, и сейчас мы с Евой будем пробовать чизкейк. Он как раз пролежал в холодильнике часов, я не знаю, больше 12 точно. Open. Вот такой красавчик, мы его еще салфеточкой накрыли и достаем. Нам повезло, что я все-таки нашла форму вот эту вот со съемным дном. Мне так интересно. Я вот посмотрела рецепты, и на самом-то деле вот эти вот края, вот эти вот, они и правда на домашних тортиках. Куда полез Кэпи? Они и правда на домашних тортиках высокие. Ну, я думаю, это не проблема, потому что ее больше. Ну, естественно, берем тарелочку. Ну, ребят, подстаканчик как бы, да, нужно. Я бы знает толк. Извините меня. Сейчас сначала мы на тарелку его положим, да? И вынуть из формы его нужно. И украсим, ребят, украсим. Все по канону, можно начинать вытаскивать. Надеюсь, ничего не развалится. Ой, да. Выглядит. А, загружаю. О, ничего не разваливается. Ура, победа. Повезло, что мы пергамент положили без него. Как вкусно. Да, вообще невкусное. Вот так. Я думаю, вот так вот. Нет, снять, да, наверное? Снять, конечно. Да не развалится, ничего, наверное. Так, давай. А, нет, разваливается, я вижу. Нужно. Ну, давай ножом. Ножом, ножом. Я думаю, куда идет. Давай ножом. Перенесем. Сейчас, подожди, я придумала. Я придумала. Блин, стрёмно, если он развалится. Он такой красивый, выглядит просто шикардосно. Ой, Ксюша. Разваливается. Слушай, Ксюша. Все, выдержала, ура. Таран. Ой, ой, какой. Все, поки, давай. Аккуратно, надо, чтобы не рассыпалось все это. О, 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 о. Давай. Я в это желе как будто. Мы все же блеем. Это как будто желе. Я попробовала сейчас немножко. Я слишком много желательно. Как будто да. Это не крем? Да. Украсим. Извините, уже нет. Кто съел? Так, молчать. Ты? Нет, вы легко, аккуратно, да? Такой ровный. Но с кремом у меня подозрение. Нет, какие. Потому что это не крем уже, а желе. Тюш, вот здоровые червички. Ну, разбросай просто. Да нет, почему так можно? Да, как раз, кстати, хватит на украшение. Нормально? Да, прикольно. Да, не мило, кстати, как ачиммент, или это вообще кайф. Нет, прикольно. На вид, да. Кеф-товареж. Какая-то маленькая тарелка все равно. Да, маловато. Давай, говорит, попробуем. Так. Ой, продавлю. Так. Ой. Желе, да? Опа. Так, подождите-ка, что-то получается. Хорошо по портикам застыло. Интересно, какую толщину получилась. Мне кажется, в общем, тоненький. Нет, еще вот здесь вот, значит. Ой, милый. Смотри, нормальный. Да, вот здесь огромный просто слой. А вот здесь тонкий. Вот так. Мама. Ладно. Давай пробуем. Да, да, отрежь. Да, да, отрежь мне кусочек. А мне побольше. Забыла подставить. Да ладно. Ладно, если что, желе чизкейк. У нас новый рецепт. Да, почему именно вот этот разрезик? Нет, кстати, она нормальная, но в смысле... Украсила главное. Ну, нормально. Ну, надо бы в кондитер не приняли. Сказали, а почему такое тонкое кисло печенье снизилось здесь так толстая? Ну что, заветный. Ой. Блин, слушай. Да, немножко такой... Желе. Желеобразный. Вкусно. Да, вкусно. Печенья хорошо, что много. Крем. Крем вкусный очень. Он прям как в реальном оригинальном чизкейке. Он желеобразный, но это наоборот даже поприятнее. Потому что он не разваливается. Не разваливается, не крошится. И он, ну, желе, но он не прям... Ну, не прям желе. Типа, как я думала. Но и не творожный. А такое, что-то среднее. Ну, очень вкусно. Очень вкусно вообще. Вау. И хорошо, что мы не посохорили печенье. Потому что очень сладкий у нас получился крем. И это все просто, мне кажется, это очень круто. Что, ну, дополняет друг друга. Блин, это вкусно. Я вообще не очень чизкейки, но это вкусный. Правда вкусный. Ммм, вкусно вообще. Ммм, слой нормальный внизу, кстати. Не толстый, не толстый. Все, ребята, мы есть пока. Блин, все, отполз. Если бы мне такое подали в ресторане, я... Да. Вкусный чизкейки. Вкусный чизкейки. Очень вкусный, очень. Я бы тоже съела прям весь. Да, вкусный чизкейки. Ребят, готовьте, по-моему, рецепту, который вот именно я. Типа сахарной пудрой в сгущенку. Да, заместо сахара сахарная пудра. Да, нет, заместо сгущенки... Нет, подожди, сахара вообще в креме нету в рецепте. Есть только сгущенка. Так что добавьте сахарную пудру в вот этот вот крем. Да, и тогда будет вкуснее. И немножко сгущенки. Да, и сгущенки. Ну, сколько вы видели, вы видели сколько. Ну, короче, вот, на хэппи закончим. И на мусоре позади. Ребят, ну, сегодня мы еще едем на маникюр. Потому что я обязательно себе сказала, что летом, летом я должна себе сделать летний маникюр. Известия за каламбур. А, короче, просто я не делала ногти. Наверное, полгода точно, я имею в виду, у мастера. Потому что сама я пыталась себе что-то там наклеивать. Причем, ну, делать, типа, с вот этими вазами кавычуковыми, всякими укреплениями. Но у меня ничего не получалось. Они все равно мне отпадали. Но это нужно у мастера какие-нибудь быть. Но я не мастер. Вот. Поэтому сейчас пойду к мастеру делать себе, наверное, длину один-два. Спасибо. Я еще до конца не придумала дизайн, но я выбираю что-то между cutely or dark. Ну, такая, ээр. Посмотрим, мой человек. Просто сейчас в ЛИЦ заходит, где тут лежу. Идем. А на улице прямо летом. Я просто сегодня смотрела в окно, и там был дождь. Я подумала, что сейчас прям слепит меня. Сразу вот я ему показываю мой дом. Не так уж и плохо, просто. Вот чему могло быть и хуже, с того, что я грызу постоянно, и, типа, мясо тут вроде бы как нет. Повезло, повезло. Я зашла в пекарню, потому что я пришла раньше, и решила мастерку бить вот такой вот чизкейк-нью-йорк с вишенкой. Вот такой красивенький и латте. Ну, а что, раз она меня решила принять сегодня, что прям так, то почему было это? Нет, это тебе. Спасибо, что меня принял. Ребята, мои ноги тут еще раз показываю. Последний раз помыть их хотя бы. Буду делать вот такие негинные. Легины. Ребята, ну что вы готовы? Та-а-а! Господи, это очень красиво. Я вам сейчас слушаю, так покажу. Какая же это нежность и милота. Я сделала себе специально короткий, потому что мне неудобно монтировать видео. Если я делаю длинную, у меня кнопки там заедают. Хотя они механические. Ну, ладно, мне в этом суть какая. Вообще, мне очень нравится. Правда, вы не представляете. Я сделала такой тоненький розовый френч. Мне кажется, по-летнему. Ладно, еще одна начинка на лето выполнена. Просто если бы я не делала летний маникюр, тогда бы я сделала без розового френча Я бы просто сделала вот такие вот базовые нюдики Поэтому я считаю, что это все-таки летний макияж Так как тут розовенькая, я думала еще между зеленым таким, как у меня вот штаны То есть подумала, что розовый полетнее, полетнее, блин Такие вообще слова существуют, которые я произношу Я чисто буду теперь со всеми людьми вот так вот разговаривать Привет! Не, вот так Привет! Не, сейчас Ой, блин, привет! Привет, да, да, привет! Ой, у меня мой маникюр кто-то заметил? Ну да, красивый, правда? Ладно, пойдем Моя история в ближайшие неделю точно вот так Девчонки, посмотрите, какие цветочки красивые Такие, знаете, дюльпанчики Ой, не дюльпанчики эти, василечки Не знаю, если честно, пойдемте дальше Ребят, перекусик, вот в такую кафешечку Кстати, я в ней была, но очень давно Тут фигурки даже, походу, поменялись Такой вот пупсиц Но вот эта машина я прям помню Но когда я в последний раз была, тут не было, походу, много фигурок Или у меня память Что с памятью? Ой Ладно, все, пошлите Повижу, конечно, трэш Ребят, еще вот длинный очигмент на лето Это пойти на квест И сейчас мы в 23.00 пойдем на квест Ищем, правда, попутчиков, потому что, как бы, втроем не особо хочется Тем более квест очень страшный, я уже на нем была Но он такой классный, что я поднула его еще раз Он, если что, называется, ласт твой Не правда, если вы не ходили вообще никогда на квест Этот, правда, не советую, этот, как он слишком страшный Но советую дитя тьмы Он прикольный по сюжету, актер там классный Если в Москве Ууу, я взяла бы такой вот мелкшей китка, точнее, Дима Мы хотим еще одного кто-нибудь на квест позвать Но у нас нет друзей Ладно, они все уехали Попробуем Радует, что здесь еще вот остатки Они не влюдаются, а в стаканчик отдельно ездят Стаканчик Я тоже буду остатки Ну, обычный мелкшейк плюс китка Отсталка Мелкшейк? Да, да, да Мы прошли через проходную, мне тоже кажется, что уже квест Нет, сейчас мы поднимемся И там будет такой голос Скорее всего, на правило озвучивать Благодарим вас за выбор нашего перформанса Следующие 75 минут мы постараемся сделать для вас 75 минут Просьба внимательно прослушать следующую информацию Я вообще делаю что хочу Все, мы вышли с квеста Ребят, какая-то... Ребят, у меня тут что-то произошло со звуком Возможно из-за того, что ветер шумит прямо в камеру Ну ладно, я тут говорю, что квест мне понравился Если вы еще никогда не хотели на квест, обязательно не сходите Тут я говорю, что ночь холодная Это мне показалось Вообще же тут 50 рублей эта жвачка оказалась Ладно, неважно Я в общем желаю вам хорошо провести лето Ставьте лайк, если хотите больше подобных видосиков Я буду смотреть по лайкам Зашла вам подобная рубрика или нет Если не зашла, то видосиков таких не будет Ну, или их будет очень мало Я забыла показать вам ногти, да, вот так? Вот так буду, русско говоря, вот так лучше За бебезиночку лайк дальше Окей Ммм, yummy Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok